Шеф-повар, Максим Григорьев. Блины с клубникой и ревенем. Сегодня используем беспроигрышное гастрономическое сочетание, ароматную клубнику нового урожая и с яркой кислинкой тонизирующий ревень. Проваренная смесь подходит для утренних тостов, сдобы, пустых круассанов и слоек, а также традиционных тонких блинов. Время приготовления – 15 минут. Ингредиенты. Блины 8 штук. Клубника свежая 150 грамм рам. Корица молотая 5 грамм. Крахмал картофельный 3 столовые ложки. Масло сливочное 100 грамм. Ревень 150 грамм рам. Сахар 70 г. Шаг 1. Кроме заранее испеченных тонких блинов берем сахар, крахмал, размягченное масло, порцию молотой корицы, ревень и клубнику. Шаг 2. Вымыв все с зеленых стеблей снимаем полосками верхний слой. Оставляем серпантин в стороне для завязывания мешков с начинкой, от клубники отрываем черенки. Ревень делим небольшими кубиками, ягоды, четвертинами. Шаг 3. Всыпаем крахмал и перемешиваем, припудривая ассорти. Крахмал станет загустителем и подарит начинке вязкую, тягучую текстуру. Шаг 4. Добавляем 50 грамм сахара. Здесь дозировку регулируют по вкусу. Шаг 5. Перекладываем смесь в ковш или кастрюлю и ставим на верхний огонь. Растворяем крупинки сахара, доводим образовавшийся сок до кипения. Шаг 6. Бросаем 50 грамм сливочного масла, растапливаем и одновременно водоводим до загустения. Сразу снимаем с плиты. Шаг 7. Выкладываем сладкий состав по центру каждого блина. Шаг 8. Поднимаем края мучной основы вверх, стягиваем длинной полоской кожицы ревеня. Бечевка довольно скользкая и следует приловчиться. Шаг 9. Хорошенько смазываем маслом жаропрочную просторную емкость, размещаем наши блины с начинкой из клубники и ревеня. Шаг 10. Для усиления аромата сверху разбрасываем остатки масла, посыпаем смесью сахара и корицы, отправляем в раскаленную к тому моменту духовку на 5 минут, держим при температуре 200 с. Шаг 11. Нежные блины с клубникой и ревенем готовы. Подаем с охлаждающим пломбиром, сметаной или самостоятельно. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.